Девочки, всем привет! Добро пожаловать! Начинаем с вами ремонтные влоги. С минуты на минуту должны прийти рабочие. Слышно эхо? Я когда здесь раньше, ну знаете, готовила, что-то делала, у меня телевизор всегда стоял на четверке и пятерке, но звук, именно звук приставки это. Вот сейчас, даже если поставить, ну я вчера вот готовила вечером, единичку, то так слышно громко, это прям ужас, прям даже самой слух режет, хотя я люблю, когда громко. В общем, вот так вот сейчас выглядит наша кухня, запомните ее, зеленая кухня, бзик зеленого цвета, а вот там, видите, даже горшки зеленого цвета, видать. Вот, все, не успели сегодня мы снять этот телевизор, не нашли отвертку, но ребята сейчас привезут там что-то, потому что муж что-то забрал в гараж, в общем, полная солянка. Вот, здесь все у меня убрано, сейчас все это будут отвинчивать, убирать, заодно вот это вот, сейчас они мне снимут, я это быстренько помою. Вот, вроде так смотрится, да, девчонки, вот такая прям заходишь и такая вот, ну прям огромная, о, здесь уже не эхо, я немножко в прихожей. Огромная такая, как бы, ну кухня, да, она у нас 11,8. А когда здесь что-то стоит, мне кажется, такая она малюсенькая. Вот, я, кстати, помыла холодильник, кстати, тоже будет, наверное, отдельное видео, посмотрим, я еще не монтировала. Вот, и помыла духовой шкаф, так не хотела его мыть, такая, знаете, думаю, ой, ну все, уже сил нету, не хочу. Но потом надо, ну как бы, потом подумала, что в новой кухне должно быть все чистенько. Значит, взяла вот все, что я купила для плиты, там вообще полностью все, что у меня есть, в общем, весь арсенал чистящих средств. В итоге, девочки, она у меня оказалась чистой, я ее буквально за 15 минут просто помыла обычной ферри и просто протерла. Здесь, конечно, есть, знаете, самый ужасный момент, что вот откуда-то вот здесь появляется пыль. Ну вот я не знаю, видно вам, вот я вчера вечером мыла, вот, например, вот уже пыль. У меня вот здесь, вот помните, я вам рассказывала, у меня вот здесь вот резинка, она, ну как, разорвалась. И она сюда не вставляется. Мне надо купить резинку, но я об этом все время забываю. Когда начинаю искать, не понимаю, что мне нужно и, в общем, опять забываю. Вот, скорее всего, это вот из резинки. У меня здесь есть, конечно, знаете, такие пятна, вот, вот видите, вот прям такие, ну, сильно застарелые. Но это тогда, когда я работала 6.1, и мне вообще не было сил чистить эту духовку. Ну, а так, в принципе, тут, ну, как бы таких вот пятен не очень много. То есть я ее отмыла прям очень быстро. Очень мне нравится, что здесь можно снять стеклышки тоже и хорошенько помыть там внутри. Все вот это я, ну, как бы быстро помыла. Вот, и сейчас вам покажу. Девочки, готовы? Я всегда мечтала о кухне буквой П. И, внимание, моя мечта сбылась. Ой, сама себе тут наорганизовала. В общем, теперь у меня вот эта мини-кухня. Я не знаю, сколько продлится ремонт, если честно, но я конкретно подготовилась. И у меня звонит телефон. В общем, это приехали рабочие. Девочки, смотрите, значит, я вот так себе все организовала тут. Отварила с утра макаронов, чтобы уже, знаете, не палиться. Микроволновки разогрею вместе с сосисками. Ну, как бы, ребят, тоже надо чем-то кормить. Ничего не буду готовить особо я. Ну, как бы, да. У меня есть борщ, ну, макароны. Как бы, потом посмотрим. Сегодня ничего уже не буду готовить. Как вам моя кухня буквой П? Мне кажется, идеально. Вот так вот села здесь, да. И стругай себе. Ну, шучу, конечно. Не люблю сиденье, мне неудобно. Привычка такая. Вот здесь у меня, значит, вот так. Здесь сейчас я, они приехали, быстренько намочу тряпочки, все сделаю. Вот. Значит, что у меня? Вот здесь вот тоже стоит, как бы, что в первую очередь нужно, да. Вот. Потом там под столом у меня коробки все вот эти вот, ну, которые я собирала. И здесь вот какая-то часть посуды я накрыла. Вот. Вот, вот, да вот. Сейчас они как раз приехали. Я им все покажу, расскажу. И пойду в магазин. Мне нужно купить яйца. Яйца, как горячие пирожки, что-то разлетаются. Овощи, фрукты, хлебушек. Вот, заодно прогуляюсь, потому что я, наверное, сколько дней? Дни 5, наверное. Нет, вру. Дни 4-3 точно не выходила на улицу. Разбирала, убирала, в общем, так далее и тому подобное. Вот. Прогуляюсь. Погода отличная. Не знаю, видно нет, но, в общем, солнышко. Сегодня мне повезло. Какая благодать на улице. Я бы гуляла. Я бы, я на самом деле вышла, такая, думаю, сейчас хотя бы, ну, просто вокруг домов пройдусь. Немножко погуляю. Ну, вот, но позвонил муж срочно. Рабочим нужен там какой-то рисунок, ну, новую кухню какой-то. Вот. Не было малярного скотча. Сейчас зашла, купила последние 2 штуки. Мешки для мусора. У нас здесь хорошо, вот, ну, рядом есть хостовары. Ну, так бы я бы, на самом деле, погуляла бы. Сходила бы, может, даже, ну, до леса. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Мне, на самом деле, надо еще в Валберес. Вот. Ну, не знаю. В первый раз что-то мне уже будет лень выходить, если честно. Мне еще видео монтировать много надо. Ну, короли, у нас ремонт, слышите? Это не у нас, это просто в нашем доме. У нас пока только кухню ребята разбирают. В общем, короли, это вот это вот. И вот это вот. Дальше. Черненький взяла. Вообще, на самом деле, вот, сколько бы я бы не брала бы хлеб, да, вот что белый, что черный, самый вкусный хлеб почему-то вот в обычных вот таких вот белых прозрачных пакетах. У меня муж вот такой вот хлеб вообще практически нет. Говорит, вообще есть невозможно. Вот когда просто в прозрачном белом пакете, он ест просто обычный хлеб. Я не знаю, почему так. Вот. Не было, короче, черного. Но вот такого в обычном пакете. Взяла вот половинку такого, белый. Рулет с маком. Это мужу вечером на сладкое. Или, о, он еще с изюмом. Или завтра с собой на завтрак возьмет на работу. Из фруктов, что взяла, взяла бананы. И очень-очень давно я не ела виноград. Прямо сейчас себе помою и буду есть. Прямо есть, есть, есть. Прямо очень хочется. Кстати, подписчица мне написала то, что черный виноград намного полезней. Там что-то такое прям содержится. Ну, полезней, чем белый виноград. Вот. Я даже не раздумывая, а просто взяла черный виноград. Спасибо большое, что вы мне пишете. Вот. Йогурт я сказала. Нет, вот. Без сахара йогурт. Добавляю обычно вот в мюсли. Очень вкусно. Так. Лук немножко взяла. Смотрите, такие. Три маленькие. И одна такая прям мать лука. Так. Картошка. Две морковки. Я, на самом деле, хочу сделать плов, наверное, или завтра, или послезавтра. Так, яйца еще взяла. Вот. Не стала брать овощи, потому что у нас есть борщ. Ну, по крайней мере, два дня. Я точно, ну, я уже наелась овощей. Я не хочу. Вот. У нас есть борщ, есть сосиски и макароны. Потом там еще гречка с мясом есть. Не хочу, в общем, овощи. Что-то я перехотела. Думаю, завтра, послезавтра пойду все равно. Мне и на почту надо, и на Валберис надо. Не знаю, когда пойду. Ну, и докуплю. В общем, не стала овощи брать. Взяла вот только вот. Потому что банан захотела и виноград захотела. Ну, в принципе, все. Ага, девочки, помыла виноград. Мало того, что сейчас как бы все так хорошо моем. Да. А воды нет. Отключили. Кухню разбирают. Я так хочу его съесть. Ни руки не помыть. Хорошо, что хоть есть вот такой вот маленький тюбик. Принесли уже сюда. Еще вдобавок ко всему мусору этому. Ну, не мусору, но вот это. Вот. Ладно, будем ждать, пока воду включат. Очень хочу виноград. Девочки, а я тут занимаюсь, знаете, чем? Разлиновала себе вот так вот. Взяла вот обычную тетрадочку, да. Ничего специально не покупала. И планирую дела. Недавно начала этим я заниматься. Планированием. Специально никакую тетрадку не покупала. Ну, как бы нашла какую-то. Разлиновала себе и все. Это очень... Ну, для меня сейчас, по крайней мере, это удобно и... Как сказать? И мотивирует. Вот я все прям до мелочей себе записывала. Постирать белье. Повесить белье. Там что-то иногда, иногда очень редко погладить. Хотя я особо не глажу, понимаете, да. Вот. И это очень сильно мотивирует. Ты знаешь, что тебе нужно сделать. И когда ты вечером... Я, когда вечером ставлю галочки, меня это очень сильно мотивирует. Кто не пробовал, попробуйте. Не знаю, насколько меня хватит. И вообще, ну, как бы... Получится ли у меня делать так всегда. Но пока мне очень нравится. Я такая, знаете, вечером сажусь. Там пишу план на вечер. Вот. Ну, или там днем. Вот сегодня сейчас вот днем. Я смотрю, что вчера сделала. Потому что вчера забыла про это. Вот смотрю, что мне надо сегодня сделать. Но особо дела-то нету сейчас. Потому что, ребята... Вот. Но какую-то часть я уже успела сделать с утра. Вот. Кстати, я еще не завтракала. Воды нету. Я хотела себе завтрак приготовить. Но я не могу так, когда нет воды. Мне надо руки помыть даже. Ну, как бы... Ну, в общем, я знаете, чем буду сейчас завтракать. Вот. Взяла банан, протерла его. Вот. И орешки. Вот. Надеюсь, скоро включится воду. И я смогу нормально пообедать. Ну, и ребят тоже буду кормить. Не знаю, захотят они, согласятся или не согласятся. Вот. Есть борщ, макароны, сосиски. Ничего такого сверхъестественного. Мне кажется, я уже все-таки рассказала. Вот. Сейчас буду садиться. Включила компьютер, буду монтировать. Ну, там у меня есть парочку видео. Вот. Которые надо смонтировать. И... И что еще? И все. В принципе, по-моему, все у меня там. На сегодня я все переделала. Вот. И посмотрю, наверное, знаете, какой-нибудь фильм. Давно что-то я не смотрела. Наверное, недели две никаких фильмов таких. Вот только телевизор, если включается, что-то там идет за кадром. Сегодня посмотрю. Мне посоветовали там парочку сериалов. Вот. Кстати, ну, там с подругой мы переписываемся. Там что посмотреть, туда-сюда там. И я посоветовала им, знаете, как называется? Давайте сейчас... По-моему, сериал наш «Русская драма». Я его как-то вымещала. Вымещала, вымещала. В этот... В сторис у себя. Давно-давно. Я девчонкам посоветовала этот сериал. У меня все в таком восторге. Я даже не ожидала. Я думала, не понравится девчонкам то, что, ну... Мы хоть и девочки-девочки, но все мы немножко большие надежды. Вот. Называется сериал «Большие надежды». Я даже, по-моему, вам тоже кому-то писала, что я его смотрела, прям подсела на него так. Я сейчас девчонкам тоже, ну, посоветовала. Вот. Вчера или позавчера. Маникюрша. А, девочки, знаете, что я про маникюршу вам хотела сказать? Тоже я это посоветовала. Короче, всем понравилось. «Большие надежды» называется сериал. Вот. Мне сегодня, значит, пишет, записывает аудио, короче, мои маникюрши. Девочки, ну вот чтобы у вас у всех была такая маникюрша, как у меня. Она мне пишет. Лиз, я тут посчитала, что у тебя, получается, на твое день рождения у тебя будет несвежий маникюр. Так не положено. Представляете? Она помнит, когда у меня день рождения и написала мне о том, что я должна как-то переписаться, чтобы у меня на мой день рождения был свежий маникюр. Понимаете, да? Я записана на 21 мая день рождения, у меня 9 июня. Вот. И она говорит, на 9 июня получится, у тебя будет несвежий маникюр. Так типа нельзя. Представляете, какая у меня маникюрша? Я говорю, ну давай сейчас вот ремонт немножечко начнется, и мы тогда немножечко там как-нибудь поменяем. Вот. В общем, маникюрша у меня просто огонь. Обожаю ее. Съела банан и стала себя чувствовать немножко получше. Прямо так есть хотелось. Еще знаете, что я вам хотела рассказать? Такая история, с одной стороны она смешная, а с другой стороны она мне показалась какая-то, ну, как бы наглость. У меня же Бонприкс, я возвращала белье, да, на нижнее белье, что это такое? Вот, ну ладно. Я им все отправила, все написала, значит, в этом заявлении, да, указала, что не так. И дополнительно еще, дополнительно, я им на почту сфотографировала этот товар, накладные, все, написала письмо о том, что позже бы вернуть деньги. Там деньги небольшие, но это, вот. Вот, на что мне приходит вчера письмо вечером, хотя я им писала где-то три дня, по-моему, назад или четыре, ну, не важно. Мне приходит, знаете, что написано, девочки? Я немножко, вот, если честно, ну, я немножко шокирована. Ну, ладно, не буду искать. В общем, написано, ваши фото не открываются. Просьба что-то там сделать еще? Так, ладно. Я сейчас вернусь и скажу вам, что там было написано. А, пишет, что она не может найти меня по моей электронной почте, но это ладно. Вот, потому что я с другой, там другая у меня зарегистрирована. Вот, то есть, там фамилию, имя, отчество просит меня указать, хотя я это указала. Вот, письмо, если прочесть, я указала фамилию, имя, отчество. Все. Вот. Пишет, уточнить подробности причины возврата. У меня в письме написано. Покупала нижнее белье, на белье огромное ржавое пятно. Но, пишет еще раз, уточните, ну это вообще. Во-первых, написано очень много ошибок здесь. Я в шоке. Пишет, что не видно фотографий и просит прислать ей фотографии в читаемом виде. Если бы, вот я когда работала, девочки, если бы я так ответила клиенту, неважно, там 20 рублей возвращается или тысячи рублей, или 10 тысяч рублей, да меня бы оштрафовали бы вообще. Огромная корпорация. Про Бонприкс я говорю, я сказала. Огромная корпорация, Бонприкс, да, и они не могут открыть файл из почты. Существует миллионы программ, как можно открыть любой файл. Это во-первых. Во-вторых, попросить айтишника, чтобы он открыл файл этот. Но это настолько смешно, я вот, если я читаю, и я просто офигеваю. Я даже не стала, если честно, отвечать. Позвоню им сама, потом попозже. Ну, потому что, мне кажется, такая наглость. Во-первых, уточните причину возврата. У меня в письме написано причина возврата. Вот. Во-вторых, пришлите мне фотографии в читаемом виде. Я, конечно, понимаю, что у всех разные Windows и так далее, тому подобное. Ну, это что я сейчас должна сделать? За то, что они прислали мне некачественный товар. Я просто очень сильно возмущена. Они прислали мне некачественный товар. Я потратила время на то, чтобы это вернуть. У меня первый раз такое с Блонприксом. Я всегда о них очень хорошо отзывалась. Я, конечно, понимаю, что такое, ну, как бы, один на миллион такое, как бы, ситуация. Вот. Я еще должна сделать так, чтобы у них файл открылся с моим, ну, как бы, с моими фотографиями. Где логика, девочки? Где логика? Я не знаю. Я открывала любые файлы. Если у меня файл не открывается, я не пишу клиенту. У меня не открывается файл. Пришлите мне в доступном для меня размере, разрешении и так далее. Да, чтобы я открыла его. Я брала этот файл и читала все про этот файл, и открывала его, скачивала программы, какие-то мне нужны были. И если я этого не могла сделать, то я обращалась к атишникам, и они мне уже устанавливали эти программы. Вот. Я просто немножко возмещена. Я вчера еще вечером так была возмещена. Я говорю, может, мне еще приехать к вам туда, в Тверь, и показать вам вот это все? Ну, вот. Ладно. Наболела. Ребята сказали, что надо что-то купить. Пошли. В общем, не знаю. У нас здесь уже внизу есть магазин. Что-то пошли, в общем, покупать. Говорят, это через час придем. Вот. От еды отказались. Я так думаю, что они пойдут сейчас. Как раз у нас здесь внизу кафешка есть. Наверное, может быть, что-то перекусит. Ну, не знаю. Я предлагала несколько раз. И чай, и бутерброды, и борщ предлагала. Макароны с сосисками. Наотрез отказались. Я причем им уже положила. Вот они нет. Мы не будем. В общем. Вот. Кстати, что-то даже телевизор не сняли. Показываю, в общем, что здесь. Все, девочки. Нету кухни у меня теперь. Вот так вот выглядит. У нас, на самом деле, здесь очень большая проблема вот с этими вот штуками. Видите, да? Они как-то здесь неправильно сделаны, и нам пришлось резать очень много, ну, саму кухню, фасады, да, чтобы вот эти вот ровно стали, и то они стали неровные. Кстати, вот, смотрите, видите? Это вот первые наши обои. Помните, я говорила, что они такие светло-мятные? Видите? Первые. А вот вторые. Это мужу намешали. Вот это тут поприятнее цвета. Такое, наверное, что-то будет. Вот, а смотрите, как они тут ровненько сделали. Плиточка будет продолжаться. Вот это надо, кстати, поднять. Или они подняли розетки? Что здесь такое? Я не поняла. Ну, в общем-то, надо вот сюда розетки. Так вот. Вот. Все чистенько, в принципе, молодцы. Дверь, кстати, тоже... Слышите? Кот. Вот. Сейчас они полностью закончат. Я, правда, не знаю, что они еще будут делать. В принципе, на сегодня ты уже ничего и не сделаешь. Вот, смотрите, прям мне нравится. Ровненько так сделали, прям. Вот. Холодно здесь, капец. Я вышла, дверь, балконная дверь открыта была. Ну, ладно, посмотрим. Может, они вообще... Они вообще мне, знаете, что сказали? Что они сегодня разберут кухню и только, ну, ламинат снимут и все. Вот. А остальное, что типа завтра. Но, видать, что-то еще будут делать. Посмотрим. Посмотрим. Ну, что, ничего особо не изменилось. Вот. Как бы особо ничего не успели сделать, потому что очень долго промучились вот с этими кранами. Вот. Сейчас я вот здесь вот пылюку вытру. Вот. Завтра мне должны, сказали, что должны привезти пылесос. Ну, строительный. И все здесь вот пропылесосит. Сказали, мне здесь ничего не трогать. Вот. А я сейчас быстренько везде полики протру. И уже скоро муж приедет с работы. Все, девочки. На этом буду прощаться с вами. Не забудьте поставить лайк. Подписаться, кто еще не подписан. И всем пока-пока.